Повнолуние специально привез карту глобус звездного неба, чтобы показать, что это такое. Вот у нас Рак, Близнецы и Телес. Вот здесь сейчас находится Луна. Ровно с обратной стороны сейчас вот в Скорпионе находится Солнце. То есть полнолуние это когда Солнце и Луна находятся полностью противоположны друг другу. Вокруг полнолуния столько всяких легенд создают. Я вот как сам иногда посмотрю интернет, что не полнолуние только нет света. За это полнолуние конца света точно не будет. То есть оно будет хорошее? Во-первых, оно будет очень хорошее. Полнолуние в Тельце, полнолуна в Тельце, она никогда не может нести плохое, потому что Луна максимально комфортно сочувствует в двух знаках. Это в Раке и в Тельце, это ее максимально комфортное проявление. Поэтому кто там что писал на эту тему, не знаю даже, что и сказать. Кстати, по полнолунию я как раз большой специалист, потому что я родился именно в полнолунии. То есть у меня Солнце в Козероге, а Луна в Раке. Вот поэтому сейчас мы пробежим, если интересно, к какому знаку что рекомендуется. Естественно, я думаю, интересно всем нашим телезрителям. И вот что еще интересно. Новый президент Америки, у него в гороскопе тоже точная полнолуния. Прям как у меня. Ну, во-первых, когда речь идет о новолунии, я обычно рекомендую это начало роста Луны. Загадать какое-то желание, начать какое-то новое дело. В этом полнолунии это Луна полная. То есть на полнолунии следует посмотреть назад и поискать незавершенное дело. Не новое, а как раз незавершенное. Ну, например, вы начали какой-то проект и там не доделали его. Вот очень благоприятно завершать. Второй аспект. Посмотреть на свою жизнь, на ближайшее окружение, на все. И посмотреть, от чего вы хотите освободиться. Повыться в старых вещах. Может быть, знаете, там вот, скажем, лежат туфли, вы их уже никогда не оденете. Но они хранятся, это в память о потраченных деньгах. Или, например, там, ну, бывает такое, вот не нравится мне эта косточка, выкинуть жалко. Или подарить, или что-то вот именно на полнолунии, то вот сегодня и завтра. Главное, да, очень благоприятно. Есть хорошая традиция перед Новым годом так избавляться от вещей старых. Ну, раз в год лучше почаще это делать. Я не говорю, перед Новым годом это тотально надо. Как-то прям чуть ли не шкафы старые выбрасывать. Вот, что еще можно порекомендовать в этот день? Итак, что еще может принести эта полнолуния? Да, если рассматривать по знакам зодиака, вот, то особо кризисный будет, ну, когда полнолуния, то есть противоположный знак, это, соответственно, телец, скорпион. У них сегодня есть шанс понервничать больше, чем они того бы хотели. Вот. И знаки, которые вот с этой стороны под 90 градусов ведутся. Это какие-то знаки? Соответственно, с этой стороны у нас будет лев, с этой стороны водолей. То есть любые водолеи сегодня тоже нервничают? Нет. Но нервничать им долго не придется. Вот я сейчас вот тут набирал, точное полнолуние будет у нас где-то в районе 19 часов. То есть до 19 часов вы можете идти накал страстей, а потом уже, вот как раз до 19 часов, пусть они сами себе создадут кризис, что-то ненужное повыбрасывают. А еще очень благоприятно, если что-то взять и сломать. Понимаете? Я рассказываю часто, что то, что говорит судьба, это, конечно, прекрасно, но знание астрологии позволяет не то, чтобы обыгрывать ее, ну, да, можно сказать, обыгрывать. Ну, например, ну, водолеем положен какой-то кризис. Ну, создай себе сам кризис. Вот, допустим, у вас чашечка, допустим, одна без ручки, со старого сервиза. Возьми ее и разбей. И разбей. И вот тебе твой кризис. На счастье. Да. И тогда не нужно будет какого-то внешнего кризиса. Я вчера, когда писал в гороскоп, говорю, в целом повысьте бдительность. И тем не менее, сам любимый глобус, который через три страны вез, оставил только что в сотке, пока пил кофе. Представляете, вот за ним возвращался. Очень благоприятно будет знакам, которые от тельца находятся на треугольнике. Соответственно, это земные знаки. Самому тельцу не очень повезло, потому что его как раз вот в эмоциональной сфере его будет немножко поштормить. Ни в коем случае пусть сегодня не выясняют никаких отношений. Польза это никакой не принесет им. Потому что просто завтра придется извиняться. Не только у тельцов. У многих сегодня будут эмоциональные всплески. Захочется наговорить друг другу всяких слов. Лучше этого не делать, потому что завтра будет неудобно. Так вот, благоприятно очень для девы. Тут найдет земный знак. И для козерога с этой стороны. Я вот как правильный козерог прям сегодня сидел и думал. Так вот, я сейчас начал писать книгу, она у меня не закончена. Сколько можно? Надо вот сейчас приступить к ее завершению. Остальные знаки более-менее нейтральны. Ну вот, телес, да? Близнецы. Близнецам есть смысл будет нервничать завтра-послезавтра. Там Луна войдет уже в их знак. И это создаст несколько позиций к Сатурну и к Меркурию. Поэтому завтра всю поступающую к вам информацию 10 раз перепроверьте. Она будет, мягко говоря, не с лучшего качества. Для раков замечательная позиция. Луна когда в Тельце, у раков сегодня может быть на месте какие-то очень интересные личные сюжеты. Ну или в целом они будут предельно обаятельны и смогут достигать своих целей просто отчет своей улыбки. То есть ракам сегодня больше улыбаться и все будет удаваться? И больше ничего не надо, потому что Луна очень хорошо поддерживает раков. Я, кстати, между прочим, вот это солнышко, мне называют это солнышко. Это не солнышко, это полнолуние. Ну поскольку родился в полнолунии, потому что у кого в гороскопе сильная Луна, рекомендую именно серебро, потому что это лунный знак. Вот поэтому вот эта вещь, она даже как луна вот такая вот вся. Дальше, идем дальше. Лев. Ну львам это полнолуние вот только разве что до вечера их будет немножко штормить, а вот завтра уже Луна будет в близнецах и львы могут спокойно вздохнуть. Но вздыхать им спокойно тоже не совсем пойдет, потому что до 20 декабря будете к ним в оппозицию Марс и львы, которые на машине очень осторожно, никакой агрессии, никаких провокаций. То есть, в общем, все связанное с энергией Марса. Машины, спорт, агрессия, то есть будьте в этом... А бесколесным львам что делать? Когда переходишь дорогу, мало ли, а вдруг водитель лев, так что на всякий случай ты вот будь внимательна. Ну в целом, не обязательно за рулем или не за рулем, в целом дорожные всякие движения. Так, что тут у нас дальше? Дальше у нас Дева. Дева. Ну Девам я сказал, Девам будет очень благоприятно это новолуние. Если у Дев есть какие-то планы, вот прям вот сегодня вот их продумайте. И вот после 7 вечера, прям сделайте шаг навстречу их завершениям. Весы. Весам будет очень хорошо завтра, когда Луна будет близнеца. Прям вот почти во всех направлениях. Сегодня полнолуние особой погоды весам не делает. Скорпион. Скорпионом я сказал, Солнце находится здесь. У нас, соответственно, точно в оппозиции. То есть, посидели по ней дома сегодня. Позвоните своему руководству, скажите, Астролог сказал нам сидеть дома. Я думаю, что все скорпионы сейчас прислушаются к вашему совету. Ну а что, как раньше, допустим. Ну и сейчас, наверное, в больнице выписывают рецепты. У меня температура, я на работу не приду. Так же мне Астролог сказал не ходить. Кстати, вот именно, вот видишь, здесь между Стрельцом и Козерогом находится тот самый Змееносец, такой, который недавно окружен вступил в скандал. Скандально известный. Вот, ну вот он, и Змеи носит. Да. Ну это всего лишь созвездие. Видишь, сколько здесь созвездий там. Действительно, очень много. И если каждому дать статус знака, то это на каждом градусе зодиака будет свой знак. Козерог. Козерогом я тоже сказал. Козерогом очень благоприятно, опять-таки, просмотреть, что у них там завалялось, что не сделано. Пересмотреть записи. Вдруг случайно найдете. О, это же такая идея. Почему же ее раньше не стал делать? Водолеем тоже сказал. Будет немножко нервозно. И вообще им как-то надо более аккуратненько, пока Марс по их знаку. Будет неплохо, будет много энергии. Но знаете, когда вы пересели с велосипеда на машину, то, соответственно, и габариты побольше. Ну да. И энергии больше. То есть движение более мощное, и это надо учитывать. То есть у вас, вокруг вас сейчас больше движений, и вам нужно быть аккуратными. А ты ж у нас водолей была, да? Я весы. У весов все хорошо. У весов все очень хорошо. Рыбы. Ну, в силу полнолуния так себе нормально влияет на рыб. Ну, а сейчас у нас стрелец перешел в Меркурий. И рыбам я бы рекомендовал тоже быть аккуратным с информационными потоками. То есть, если вам кто-то что-то сказал, вовсе не обязательно, что это правда, что надо тут же это делать верить. То есть, не 7 раз, а 10 раз отмерять. И не резать пока. Лучше переждать. Да. Овен. Ну, у нас был такой кризисный период, пока маршел по козерогу. Вот сейчас этот период закончился. Я бы им рекомендовал сейчас, в силу того, что Венера вошла в козерог, это вот как раз квадрат к овну, аккуратно с финансами. То есть, вы можете сегодня что-то купить, а завтра оно окажется бракованным. Или там, а крупные траты какие-то лучше, ну, недельки на три отложить. В общем, финансовые вопросы. И еще Венера ведает партнерскими отношениями. Причем не только личными, а даже если вы заключаете контракт. То есть, в этот период Овеном рекомендуется особо внимательными быть. Например, принесли вам контракт, лучше наймите независимого юриста, чтобы он пересмотрел. Да. Кстати, что касается юриста, то лучше весов, чтобы они нашли, потому что Юпитер находится именно сейчас в вашем знаке. А Юпитер, ряде прочего, это юристы, это адвокат, то есть защитник. Так что, если сейчас под двойной защитой. Вот примерно так сегодня выглядит картинка. То есть, полнолуния бояться не надо. Это замечательный период. Мало того, это очень красиво. Я как-то делал у себя в Фейсбуке, говорю, кто сфотографирует Луну, там какой-то приз. Так что, если сегодня кто-то сможет сфотографировать классную Луну, полнолуния. Кто же получит от вас приз? Присылайте мне. Я вам сделаю бесплатный гараж. А вот вы сказали, что можно загадывать желание сегодня на полнолуния. Каким образом это сделать, чтобы оно действительно сбылось? Я сказал полностью наоборот. Желание надо загадывать на новую Луну. На новую Луну. Да. То есть, сейчас Луна идет полный круг, 28 примерно дней. Вот 14 дней она подберется к Солнцу. Будет новолуния. Уже в знаке Стрелец. И тогда загадывайте желание. Причем Стрелец – это знак возвышенный, это дальние путешествия, это высшее образование. То есть, надо загадывать такие «хочу в Доминикану», ну что-то такое. А в новолунии, в полнолунии, как сегодня, не то, чтобы загадывать желание, а вспомнить все, что вы делали и что вы не доделали. И все упорядочить. И начать благоприятное время для завершения вчерашних дел. Вот так. Спасибо вам большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в гостях нашей студии был Венимин Никора, астролог.